добрый день дорогие друзья с вами магия исцеления марийка я вам сегодня расскажу как можно приготовить салат молодости из стеблей лопуха водоросли крапива моя любимая и листики одуванчиков которые я поставила сейчас соленую воду на 15 минут чтобы вышла лишняя горечь стебли молодого лопуха отрезаются от листика я их уже помыла нарезаются я сейчас буду резать и отвариваются в кипяченой воде просто воде с добавлением соли отвариваются они минут десять что у нас делает лопух лопух здоровый дух говорят во первых сок лопуха он неимоверно полезен освежает чистит кровь укрепляет мышцы выводит лишние соли из организма соли это к чему приводят отложение солей вы знаете подагра суставные заболевания артроза артриты вот лопух он это хорошо выводит с организма стебель лопуха содержит сахара инулин белки то есть стебель лопуха он по своему качеству и калориям и ценностей может поспорить только с грибами то есть хорошо питает укрепляет укрепляет мышцу сердца укрепляет поджелудочную печень освобождает от таких заболеваний как хронические запоры ну и вообще это абсолютно молодость смотрите если старый лопух то есть стебли лопуха можно готовить все лето но когда лопух уже цветет такими колечками стебель у листьев даже очень такой толстый вот его тогда надо отваривать и желательно убирать шкурку со стебель потому что ну во первых она сама слазит во вторых некрасиво получается от этих там никаких пищевых ценностей нету здесь у меня примерно около килограмма но 800 грамм где-то стеблей вы можете сделать для первого раза взять меньше чтобы просто попробовать это растение сейчас молодой лопух практически не горчит ну если свежий его пожевать то конечно немного чувствуется горечь но пока что он сладкий пока не зацвел крапива богата железом принципе крапива и хлорофилл и вообще все травы весенние богаты хлорофиллом хлорофилл нужен для он дает энергию во первых организм и во вторых помогает обмену веществ то есть это гормональные процессы это омоложение клетки это освобождает организм от шлаков то есть его водится все ненужные уже распадочные такие составляющие с организмом я пока режу объясняю для салата водоросли сухие нужно купить и предварительно вымочить в воде чтоб они стали мягким водоросли используйте любые то есть есть бурые зеленые какие вам нравятся это не важно вот смотрите лопух крапива они дают силу дают силу энергию йод крапива содержит тоже йод пока что пока не зацвела вот стебель у крапивы и он видите фиолетовый немного еще фиолетовый некоторые листики вообще такие фиолетового цвета содержит йод и очень много содержит железо зачем нам железо нужно железо нужно для эритроцитов эритроциты разносят кислород по всему телу и конечно же до мозга железо очень важно особенно детям ну конечно вообще людям особенно весну вообще еще стебли лопуха называют русской спаржей то есть вкус у лопуха как у зеленой стебли лопуха как у зеленой спаржи спаржа вы знаете она обладает тем же самым практически эффектом выходит ненужные соли из организма чистит почки вообще протоки мочево делительные системы это профилактика циститов заболевание простаты почек ну смотрите чтобы это прямо камни начала двигать в почках я бы не сказала но все-таки будьте осторожны да у кого они имеются уже я сказала про инулин инулин вы знаете это гормон то есть инсулин до стебли лопуха отлично употребляется внутрь и сок лопуха как вспомогательное некое вещество при диабетах также и крапива нормализует нормы сахара в крови крапива тоже обладает таким качеством для салата нужно будет еще 3 луковицы чеснок соль перец по вкусу лук я обжарю добавлю одуванчик и крапиву и все это смешают потом с водорослями и с вареным лопухом стебли лопуха смотрите салат он замещает но я называю салатом да вообще-то это блюдо он замещает просто вот обед или ужин очень хорошо усваивается даже рекомендую не кушать перед сном на ночь то есть потому что дает бодрость потом заснуть тяжело до пока варится корень лопуха корень лопуха стебли лопуха смотрите три беру три луковицы просто наряжаю это придает во первых вкус ну а во вторых лук он тоже полезный ну и очень гармонизирует и с водорослями как вы знаете запах и вкус специфический если уделять на это внимание концентрироваться то вы извлечете только пользу водоросли вы знаете они питают щитовидную железу и вообще спирулина и вот такое все это для организма кладезь витамин обжариваем лук всегда я стараюсь использовать растительное масло рапсула для обжарки лука но в принципе подсолнечного масла в германии сейчас нету это дефицит как бы ну неважно я делаю масло гхи если вам интересно посмотрите в интернете как оно готовится оно даже очень полезно и используется в косметических целях во первых оно лечит во вторых очень вкусно то есть это топленое масло так называемых когда лопух или стебли лопуха минут 10 прокипят нужно будет только лишь процедить ну то есть слить воду меня любимый нож чтоб вас это не смущало только для трав потому что травы я готовлю очень часто и нож постоянно красится это раз а во вторых он лежит у меня очень хорошо в руки поэтому я его и использую кто занимается травами об этом знает правы полезны но всегда есть свои минусы они красят зубы и наши термосы тоже но зубы конечно я использую или мы используем порошки порошки перемолотых растений делаем зубную пасту разные виды растений соединяем смотря что и когда корень аэра входит всегда в состав не заменим при воспалительных процессах десны и парадонтозе лук я не жарю немного просто обжариваю чтобы он понадобится 6 зубчиков чеснока вот один чеснок 3 зубчика я уже нарезала и добавлю к луку то есть это будет жариться вместе с луком а свежий чеснок 3 зубчика я добавлю когда уже будет готов скажем так салат то есть это блюдо можно будет кушать или теплом виде и в холодном ошибки молодые степли лопуха варится быстро сравнительно потому что такие уже старые для них требуется время их нужно отваривать уже полчаса 40 минут смотрите несколько листьев больших одуванчика вымоченные соли чтобы ушла лишняя горечь нарезаем на ленточки и и добавлю к луку по желанию конечно вы можете проявить фантазию добавить морковь свеклу я не знаю кого какой вкус я делюсь своим рецептом а вы его можете конечно же видоизменить так берем крапиву кто первый раз будет работать крапивой советую одевать перчатки она ждет я просто привыкла крапиву убрать голыми руками кстати когда вы режете крапиву считайте что вы чистите энергетически крапива используется и в окуривании дома и при извлечении атриуматизма в виде ван ну и вообще крапива бесполезен природный дар она омолаживает лечит чистит изгоняет нежелательные сущности из дома нашего раньше примерно детей устали крапивой по ногам ну как бы виде наказания конечно но это укрепляло дух с другой стороны как крапиву я тоже измельчаю как это сказать покрупнее с цельными листиками можете измельчить больше я люблю чувствовать вкус растений то есть чем растения свежие мельче режется тем больше она теряет своих качеств то есть это эфирные масла это железо которое окисляется быстро и расщепляется скажем так поэтому все-таки старайтесь если вы готовите с дикоросами старайтесь очень мелко не измельчать только конечно при необходимости вот сейчас зажарится я добавляю чеснок порезанный три зубчика остальные три зубчика я добавлю уже в конце обжариваем столько чтобы крапива перестала кусаться соль сахар по вкусу по желанию я использую соль с травами перец тоже конечно по желанию я перец добавляю он немного придает остроту смотрите крапива и одуванчик они быстро выбирают себя масло поэтому надо чаще помешивать потому что если вы добавите еще масло будет просто чересчур так что у нас так что у нас так почти готовы я советую женщинам отвар стеблей лопуха пусть он даже и солью не выливать а добавить потом в ванну ну или примерно если вы с огорода пришли уставшие этот отвар можно подогреть перелить в тазик и опустить ноги это очень хорошо снимет усталость с ног можете конечно не выбросить водоросли водоросли вымочены я их немножко еще измельчу потому что есть крупные ну здесь вот примерно 400 грамм водоросли пока я их порежу стебель лопуха уже сварится вы можете использовать при желании соевый соус ну или либо китайские приправы я просто не очень смотрите я поставила печь на самую самую минимальную температуру поэтому я сейчас не жарю а просто это как бы стоит на подогреве когда это будет готово все я добавлю еще немного масла из тыквенных семечек во первых оно придаст вкус а во вторых оно усилит свойства салата потому что масло тыквенных семечек тоже благоприятно влияет на мочево-делительную систему то есть на почки а вы добавите по усмотрению масло какое вам нравится такое и добавить стебель лопуха можно делать и в пароварке но просто не выходит попробуйте мне вкуснее они когда их варю вот он уже сварился мягкий сочно очень вкусный и очень вкусный и добавлю его такое необычное блюдо у вас получится нужно это перемешать сейчас я добавлю еще чеснок можете конечно сделать без водорослей просто взять одуванчики крапиву и стебель лопуха ну я думаю этот рецепт универсальный как для омоложения организма так и целом как просто рецепт из дикоросов так остатки стеблей предположительно обычно когда дети смотрят что делается из растений у них проявляется любопытство и они это кушают с удовольствием это я говорю про тех детей которые как бы привередливые в питании ребенка всегда можно заинтересовать мне например на с дочкой мы ездили часто в горы и она там хорошо кушала потому что там так все необычным было можно было все такое попробовать и не нравилось целом салат готов по желанию можно добавить грецких орехов и сок лимона салат ну или любых других семечек все хорошо надо потом перемешать добавить добавить масло из тыквенных семечек и на этом все салат готов или блюдо молодости я с вами на этом прощаюсь с вами была марийка магия исцеления подписывайтесь на наш канал жмите на колокольчик ставьте лайки также вы нас найдете в телеграме вконтакте фейсбуке мария меркель и записаться на онлайн консультацию вы можете тоже отослав сообщений в сообщество магия исцеления вконтакте или написать комментарии ниже под видео все приятного аппетита оставайтесь здоровыми берегите себя и своих близких пока пока